Прекрасный мир Но на его окраине, под корнями зловещего дерева, глубоко-глубоко под землей, жил крысиный король. Злобное создание велело своим колдунам призвать бездушных в идеальном мире. Стражи порядка боролись с монстрами без отдыха днями и ночами напролёт. Прекрасный мир Но никто не знал, когда наступит долгожданная победа. Но моя история не об этом. Как известно, Великие Победы начинаются с малого. В небольшой деревне весёлых енотов, которые выращивали знаменитые тыквы для осеннего праздника, жила-была лиса. Она помогала енотам растить тыквы и складывать их на тыква-склад. Тыквы украли! Тыквы украли! Разнеслась связь по всей деревне. И лиса тут же помчалась к стражу порядка за помощью. Но страж отказался помогать. Он сражался только с бездушными. Тогда лиса попросила помощи у огородного сторожа. Ну и тут услышала отказ. Кто-то же должен охранять огород. И тогда лиса сама направилась в ближайший лес на поиски ворота. Отдай тыквы лисе! Отдай тыквы лисе! Получай граблями и проваливай навсегда из нашей деревни! Так лиса победила одними граблями всю тыквы воров. Тут история конец. Туда слышал? Могу! Туда слышал? Играет церковь! Эта манка! Эта манка! Получай! Туда слышал этот. Продолжение следует...